Сказать честно, для меня более интересна другая процедура сдачи экзаменов. Потому что в свое время мы сдавали настоящие экзамены, а не ЕГЭ. Не знаю, что это такое. Давайте сегодня зайдем и посмотрим, как сдаются экзамены в школе Васиной, ЕГЭшные экзамены. Если честно, то для меня это шок. По моему мнению, лучше, когда были те экзамены. Мы читали и переводили. Хоть понятно было, что человек умеет читать. То, что сейчас, для меня сложно. Какие-то ответы на какие-то вопросы. Теперь вопрос правильный. А если мы ломаем психологию? Ну, надо понимать, что в школе Васиной и отношение к языкам другое. Но об этом после. А если человек через 2-3 дня пишет ЕГЭ? Это как? Не один раз, а примерно сотню за год. Я так понимаю, и слово ЕГЭ для него просто пустяком становится. Хотя давайте послушаем выпускников. Такое было и в наше время. 75% выпускников МФАКа это была моя школа. Школа 33. Сейчас, по сути, я вижу других учеников. То есть, либо со школой что-то случилось, либо подход стал другим. Может быть, и так оно и есть. Потому что я вижу школу Васиной. И количество выпускников может быть и больше. И это для вас. Потому как мой перец в 2 года обучения в 6 лет читает так, как мы не читали в 3-м классе школы. В 10 лет. И это было в 33-й школе. По сути, вот оно, событие. Я понимаю, что знания, они крутые. Этим вы и добиваетесь? Конечно, да. Добиваемся плодотворной работой, трудом и постоянной практикой. То есть, сейчас идет уже второе полугодие. В 1 февраля закрылись базы по заявке на ЕГЭ и ОГЭ экзамены. И мы уже вышли на финишную прямую. С тем, что ребят уже тренируем не только по содержанию, но и с психологической точки зрения. То есть, каждое занятие у нас идет, как ЕГЭ. Я послушал, как девочки читают. Ну, в связи с тем, что я как-то в школе 33-й общался, да? Примерно тот же самый уровень. Это круто. Мы этого и добиваемся. То есть, мы не будем говорить, что у нас единственная сейчас школа. Может быть, ваша практика интереснее? Мы будем надеяться, что так. Но уже несколько лет мы работаем по такому принципу, когда отдельное занятие мы выделяем для того, чтобы готовиться к ЕГЭ, к его письменной и устной части. Тренируем все тестовые стратегии выполнения заданий и устной части. Давайте определимся с целью вопроса. Если люди пришли к вам, как они ЕГЭ по английскому языку пишут? Мы строим, скажем так, прогнозируем, начиная уже с 1 сентября, практически, да, если округлять, то строим прогнозы, с какими результатами ребята могут сдать ЕГЭ, ну и определяем их плюс-минус 5-10 баллов. Ну, это всегда идет на очень хороший результат. То есть, скажем так, средний... Ваши могут поступить спокойненько, но и так? Могут поступить, конечно, и они и поступают с результатами. То есть, даже вот с такой плодотворной практикой подготовки, скажем так, ну, троечники, они сдают на очень такой хороший средний уровень. Продолжают учиться? Продолжают учиться, да. А то, как мы, слава тебе, не просерпендорили нашу сущность, главной державы. Потому что есть люди, дающие нам знания, в данном случае иностранных языков. И, по сути, за знания свои они отвечают. Возможно, кто-то скажет, что это правило. Может быть, это и есть правило. Но, по сути, событие. Как вы прекрасно понимаете, человек прекрасно читает по английскому языку. Это было круто. Потому что, ну, вы знаете, чем я занимался, да? Школа 33-я. К сожалению, там был не самым крутым человеком. Но, тем не менее, я уже прекрасно понимаю, что уровень образования вот именно этого человека, по-моему, даже круче, чем школа номер 33. Хорошее произношение, грамотный результат. И, если честно, и, если честно, и как вы уже убедились, что люди, которые посещают школу Васиной, они прекрасно сдают экзамены по ЕГЭ. То есть, есть количество людей, которые пойдут и по ступам послов, и могут замечательно людям преподавать и английский язык в том числе. Потому что, где они? Они работают в школе Васиной. А школа Васиной располагается вот здесь вот, рядышком. А школы простые, грамотные, в центре 55 и 56.